Друзья, привет бизнесмены, которых обязуют в этом году поставить онлайн-кассы. Летом, насколько я помню, я себе уже купил еще в том году кассу. И сегодня будет у нас реальный отзыв реального владельца о кассе МТС. Погнали. Касса у нас поставляется вот в такой коробке. Альфа-проект, заводской номер, все дела. Никакой информации на коробке вообще у нас нет. Так, чисто. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт подрубления кассы. Элементарная информация. Открываю. Я кассу уже, честно говоря, пользуюсь давно. Касса у нас лежит вот в такой коробке. Здесь у нас все вот так. Тут же был зарядник. И тут у меня уже отдельно искали накопитель и менял его, потому что расскажу потом, почему менял. Коробка нам не нужна. Давайте пробежимся по кассе. Касса у нас выполнена в виде смартфона. У нас экран, насколько я помню, 5,5 дюймов. Или даже 6, но не суть важна. Также у нас в кассе стоит аккумулятор. Честно говоря, такой погоненький аккумулятор. Так, чем бы ее раскрутить еще. Что-то я не подумал об этом. Сейчас покажу аккумулятор. Или не покажу. Сейчас, секундочку. Отвертку возьму. Так, крышку я открутил. Здесь у нас стоит аккумулятор. Мы ее сдвигаем. Чтобы получить доступ к аккумулятору. Чтобы все так просто было бы еще. Болт убрать. Вот он, наш аккумулятор. Никакой подробной информации нет. Просто 3,6 вольта, 5,2 миллиампера. 5,200, короче. Ставится у нас тут сим-карта. Если у вас нету Wi-Fi в отделе. Аккумулятор, кстати говоря, съемный. На коннекторе. Не буду его вытаскивать. Она у меня включена сейчас. Открыта смена. Закроем обратно. Закрутим. Чтобы ничего не потерялось. Имеем два крепления для шнурка. Контакты для док-станции. Камеру, вспышку. Разъем Type-C. Поддерживает ОТГ. Я проверял, подключал мышку. Хочу сейчас сканер подключить. Клавиша громкости. И клавиша включения. Больше никаких у нас клавиш нет. Также мы имеем чековый принтер. Имеем. В комплекте идет рулон бумаги. Один всего. И обычный термопринтер. Также у нас внутри. Вот здесь установлен фискальный накопитель. Его трогать нежелательно вообще там. И вот такой интерфейс мы имеем. У нас ничего больше нету. Один рабочий стол. Также имеем галерею. Приложение с Play Market оставить мы не можем. Касса у нас на Android. Android у нас. Сейчас скажу. Android 6.0. Приложение ставить мы на нее не можем. И пойдем, наверное, сначала по плюсам. Какие плюсы я для себя увидел. Первый плюс это у нас. Касса всегда обновляется. Касса всегда обновляется ее ПО. Обновляется она по облаку. И интерфейс улучшается. И быстродействие улучшается. Это очень большой плюс. Это очень хорошо. В других кассах я такого не помню. Второй плюс у нас. Касса у нас имеет техподдержку. Техподдержка подключается прямо к кассе. И она сама настраивает кассу, если какие-то вопросы появляются. Также удобный интерфейс для продаж. Свободная продажа. Можно все продавать. Можно забивать товары. Элементарно. Все работает. Тоже очень удобно. Вот видим обновление устройства. Быстрый старт. Обучение. Все здесь есть. Кассу сами настраивают они. То есть ничего не надо. И наверное на этом плюсы заканчиваются. Для хозяина этой кассы. И пойдем по минусам. С кассы идет ПО. Лицензионное. ПО идет у нас на базу товара. Можем вносить товар. Можем не вносить товар. Но это ПО у нас ограниченное. То есть какое-то время оно бесплатное. А потом оно становится платным. И мы не можем вести товар в учет. Через это ПО. И другое ПО оно не поддерживает. Это очень большой минус. И с этим уже ничего не сделаешь. То есть хочешь иметь товар в учет. Пожалуйста оплатите деньги. Ну. Я за нее платить не хочу. Поэтому как бы я этим и не пользуюсь. Также очень огромный минус. Люди которые продают эти кассы. Точнее сотрудники салона МТС. Они вообще не понимают. Что это такое. И как это продавать. Мне впарили эту кассу. Спискальным накопителем на полтора года. А оказывается мне она нужна была на 3 года. То есть 36 месяцев. Об этом мне никто не сказал. И вообще никто не смог мне разъяснить. Как, что, почем. Поэтому люди эти вообще не понимают. Что они продают. Как они продают. И для чего это надо. Очень неквалифицированные товарищи работают в МТС. Так же в техподдержке по телефону, которые, не которые подключаются сюда. А именно по телефону. Они тоже ничего не понимают. Ничего они не знают. Камера открылась. Камера пока нету. Так что довольствуюсь камерой. Но очень неудобно, честно говоря, вот эту бандуру держать. Вот так и сканировать камерой. Прям напрягаются руки. Я пытался внести товар. В нее внес одну витрину. Там порядка, наверное, 200 позиций. И руки у меня устали очень сильно. Я прям хотел ее выбросить. Еще один минус у нас. Касса поддерживает у нас эквайринг. Конечно же безналичный расчет. Но, увы, безналичный расчет осуществляется только с МТС. А МТС эквайринг надо покупать. Он стоит еще 10 тысяч рублей. И работает он только с МТС банком. А МТС банк это тоже самое, что и в магазинах МТС. Они просто не понимают, что. Никто, нигде. Ничего раскатывать, ведь детей не могут. И когда будете настраивать эквайринг, вам никто ничего не расскажет. Ну, по крайней мере, это у нас в городе. Может быть, в других городах и по-другому. Но у нас как-то все так вот. Я ее пользуюсь уже, наверное, месяца 4. Месяца 4. И эквайринг у меня все еще не работает. Так как МТС банк утверждает, что какие-то у меня задолженности есть. Причем не в их банке, а в другом, в Сбире. И не хотят мне подключать эквайринг сюда. Очень странно. Также, кажется, я покупал. Видим, дата 15 февраля. Покупал я ее далеко не в феврале. Я перед Новым годом, я покупал. 18-го года. То есть, касса у нас, так сказать, лежавшая уже. Да. 5,5 HD экран вот, видим. Что еще по минусам сказать? Плюсов точно больше нету. Плюсов я в ней больше не вижу. Единственное, да, интерфейс приятный. Они как бы знакомые. Android, все дела. Камера, можно фоткаться даже. Ну и, собственно, это все на этом. Android у нас урезанный. Аккумулятор, кстати. Аккумулятор заряжается. Аккумулятор у нас очень быстро. Ну, как очень быстро? Не прям очень быстро. Ну, часа полтора он заряжается. Прямо до 100%. Но и держать-то он особо и не держит. Я бы сказал. День работы она села. Учитывая, что аккумулятор на 5200 при неактивном использовании день работы это очень мало для него. По настройкам у нас все стандартное. Мы даже не можем сюда поставить никакую картинку, заставку. То есть, визуальный эффект. Заставку мы поставить сюда не можем. Так как, ну, нет у нас доступа. Видите, да, не открывается ничего. Хотя хотелось блокуить. Допустим, картинку, чтобы можно было вставить черный фон, иконки. Вот сейчас иконки еще более-менее стали. Кассу я включил первый раз. Иконки были довольно ужасные. Сейчас более-менее имеется. Магазин приложений. В магазине приложений у нас, кстати, Wi-Fi подключены. Стандартное приложение. Быстрый старт, МТС, касса. Ну, то, что установлено. И еще некоторые приложения. То есть, особо-то и разгуляться некуда. То есть, вот весь набор магазинов и весь набор настроек. То есть, у меня все это установлено. Больше ничего я поставить сюда не могу. С флешки. Вот еще не знаю, не пробовал. Может быть, с флешки что-то получится поставить. Ну, вообще, как бы, лезть в ПО кассы нежелательно. Так как налоговая может вас потом забраковать с этой кассой. И чисто залупиться и сказать, что вам не проканает. Так что, в ПО кассы я не лезу. А налоговая, она так как стоит. Налоговая такие же товарищи, которые ничего не знают. Вообще. Я не знаю. Людей обязуют это делать. Ставить эти кассы. Работать через кассы. Но никто ничего объяснить не может толком. Ни в налоговой, ни эти сами МТС. Никто. Так что, мое мнение по МТС кассе. Ну, если вам нравится МТС банк. Если вы пользуетесь МТС банком. Если вам не нужен товароучет бесплатный. Пожалуйста. Касса, да, она подходит для этого. Но если у вас есть уже эквайринг. Допустим, Сберовский. И вам нужен товароучет. Допустим, 1С. Эта касса вам не подойдет. Она работает с базой 1С. Но она работает платно. То есть, мы не можем товар с 1С просто перекинуть в нее. Точнее, можем. Но товароучет не будет работать, пока деньги вы не заплатите за обслуживание. И обслуживание никто не знает, сколько оно стоит. Потому что я задавал вопрос. В МТС на форум писал. Сколько стоит обслуживание в месяц товарооборота. Мне так и не ответили. Сказали, что это будет рассчитываться индивидуально. То есть, ну как, по моему товарообороту или что. Может мне загасить ее просто месяц и не проводить. Ну, проводить какие-то маленькие суммы. Может, у меня будет обслуживание меньше. А может мне проводить большие суммы, и обслуживание будет большое. У меня тоже нет фиксированной ставки. Были бы ставки, допустим, там, ну, такой товарооборот, такая-то сумма, такой-то. Нет такого. То есть, посмотрели, сколько ты продал. Они тебе одну цену товарооборота через сайт выставили. То есть, должен ты оплатить, чтобы пользоваться товароучетом. Ну, короче, интересная история. Печатает она у меня сейчас синим, кстати говоря. В комплекте шел. Шла бумага в комплекте, которая была черная. Купил новую бумагу. Она уже у меня сейчас синим печатает. Так что, вот так. Кстати, если ИП не на вас, а торгуете вы, то надо через сайт создавать продавца. Сейчас ко мне налоговая не надо приходила, тоже сказали. И заходить в кассу не под админом, а под продавцом. Иначе вас штрафанут. Ну, и, наверное, все. Плюсов у нас больше нету. Минусов у нас... Ну, минусов можно много еще найти вообще. Много. Вообще, это так даже не МТС разработка. Это китайская касса по основам прошли в МТС. Так что, на этом, наверное, закончим. Думайте сами. Мое мнение вы услышали. Вам решать пользоваться, не пользоваться. Так что, спасибо за просмотр. Я думаю, подпишитесь на канал. Ну, и лайк поставить, само собой. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...